Дорогие друзья, помните, рассказывал вам о китайской нефтяной корпорации Синопек. Месяц наблюдал, как ведут себя акции компании, все-таки купил 7 штук по 26 долларов за акцию, они как раз тогда опустились до минимума, потратил 12 с копейками тысяч. Сейчас вроде вверх поползли, если будет как в прошлом году, когда стоимость ценных бумаг подскочила до 74 долларов, то в общем не зря связался, хотя отчего волноваться, нефть и газ в обозримом будущем с рынка точно не исчезнут, значит и я не проиграю. Нужны подробности? Переходи по ссылке в описании. Россия может поделиться опытом в подготовке кадров с другими странами. Такое заявление наш национальный лидер сделал еще в начале ноября, во время видеоконференции с участниками движения WorldSkills, международные таланты, если перевести дословно, и как я этот момент упустил-то, ну да лучше поздно, чем никогда, стандарты российского образования Владимир Владимирович назвал безусловно высокими, и вообще много хвалил и образовательную систему РФ, и специалистов, которых она производит. Короче, ну вот гордость за страну просыпается, не все потеряно. На один только вопрос никак не могу найти ответа. Если в кадровом плане мы настолько широко шагаем, что же мы отстаем-то практически по всем показателям от мировых лидеров? Где обещанные прорывные технологии? Да бог с ними, с технологиями. Каким отечественным продуктом на рынке мы сегодня можем похвастаться? Самолет может быть какой-то классный произвели, как в СССР, и в Боинге теперь локти кусают. Или компьютер уникальный. Авто или электромобиль, способный составить конкуренцию Тойоте, Тесла. Да, впрочем, опять меня не в ту степь понесло. Дела на самом деле обстоят плачевно. Это что такое, я хочу спросить? Мы трусов собственных сшить не можем. У нас что, хоть один бренд есть, который хоть что-то производит? Да ни черта подобного. Вот с этого начните. А в чиновничьих креслах специалисты какого уровня сидят? Ну, вообще анекдот. Несколько лет к ряду, например, Министерство здравоохранения на самом высоком уровне проводило реформы по оптимизации отрасли. В конце концов, ответственная за те реформы чиновница Голикова выдала. Оптимизация прошла неудачно. Неудачно, понимаете? Ребята, по сути, угробили медицину в регионах и назвали это неудачей. Никто за случившееся не понес ответственности. Роскосмос хоронит один проект за другим. Миллиарды, которые выделяются ведомству Рогозина, просто разворовываются. Об этом на уровне главного говорят. И тоже крайних нет. Да у нас в какую сферу не сунься. Мы из четырех кубиков с буквами Ж, О, П и А пытаемся сложить слово счастье. Но оказывается, кадры-то тут вообще не при делах. Эффективные управленцы оттуда работают как надо. А вот мифические враги на местах. Как то и дело, вставляют палки в колеса. И всех этих врагов завозят откуда-то с Марса. Видимо, зато опытом в подготовке кадров мы можем поделиться со всем миром. Правильно. Там чуть выше Фоменко сказал, давайте для начала хотя бы трусы шить научимся. Начинаем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Еще немного скрепного дегтя в бочку с медом кино. А ведь больше половины молодых россиян вообще никак не связывают собственное будущее с нашей страной. Люди хотят уехать. Плевать, куда. Даже Украина и Болгария подойдут. Вузы в Польше у российских абитуриентов больше котируются, чем прославленные отечественные университеты. Это оно и понятно. Куда молодому специалисту с этой корочкой податься? Вот вышел он за порог и альма-аматер. Кому он нужен? Работы нормальной нет, да хотя бы перспективной. Уверенности в завтрашнем дне тоже. Где гарантия, что послезавтра российские власти не введут очередные контрсанкции против Запада, вследствие чего какая-то часть предприятий, работающих с зарубежными партнерами, просто схлопнется? Люди останутся у разбитого корыта безработных сегодня. И так в стране 7 миллионов человек. И это только те, кто на бирже труда состоят. 27 работающие люди, но живущие за или в пределах черты бедности. Кто-то правда верит, что 18-летний мальчишка спит и видит свое будущее, в котором он существует от зарплаты до зарплаты копеечной, а к 30 начинает пить по-черному от безысходности. Исследование показывает, подумывают о переезде за границу не только молодежь в возрасте до 24 лет, но и состоявшиеся граждане. Те, кого принято относить к российской элите. Деятели науки и искусства, высоко квалифицированные работники, бизнесмены. Для последних миграция зачастую способ вырваться из крепких и пылких объятий контролирующих органов. Это такая своего рода внутренняя миграция. Знаете, люди убегают от перегруженного надзора и контроля. Почему такое происходит? Ответ, по-моему, очевиден. Давайте на пальцах поясню. Вот эти кадры все помнят. Да, на них Владимир Владимирович покупает себе и своему коллеге Эрдогану мороженое. Теперь предлагаю акцентировать внимание на том, какую купюру президент протягивает продавщице. Купюру в 5000 рублей. Внимание, вопрос. А почему именно это? У него ведь там и помельче были. А я отвечу. Да потому, что он понятия не имеет, сколько может стоить мороженое. Потому, что он понятия не имеет, сколько это 5000, много или мало. Человек более 20 лет живых денег в руках не держал. Он не ходит по магазинам за покупками. Он не платит за услуги ЖКХ. За все остальное Путин, впрочем, тоже не платит. Специально обученные люди. Счета главного оплачивают. А откуда тогда он берет цифры, спросите вы. Он же там оперирует какими-то на публике. Да и из отчетов, что ложатся к ВВП на стол. Правленные, переправленные 25 раз. И в тех отчетах написано, мы живем хорошо. Просто замечательно. Кругом сплошные рывки и прорывы. Специалистов наших с руками готовы отрывать во всем мире. Стартапы российские. Да там очередь из инвесторов. Стоит и не только Путин, к сожалению, такой. В России все чиновники живут в иллюзорном мире. Это тебя может удивить строка в смете на строительство какого-нибудь забора. Например, что там гвоздей требуется купить на 100 миллионов. А вот Сергей Семенович Собянин уверен, искренне считает, что гвозди могут. Столько стоить? Это реальная журналистика. Курс на прекрасную Россию будущего. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Не будем забывать про СМИ, представители которых из штанов готовы выпрыгивать в попытке лизнуть кормящему чиновнику. Причем на всех уровнях такое присутствует. Муниципальные СМИ лижут мэру. Региональные губернатору. Старичный Сергею Семеновичу и его замом. Те, что называют себя федеральными средствами массовой информации. Чиновникам высшего эшелона. То есть, мы сами порождаем всю эту чудовищную ложь, которая по принципу снежного кома затем обрастает все большими небылицами. Вы думаете, рядовой журналист какой-нибудь рязанской газеты не понимает, что он уйдет своим землякам, когда пишет откровенно фейковую статью, согласно которой мэр города ночами не спит. А народе думает, вон, даже фонарь торжественно на улице Сутулова открыл. Просто, а у меня работа, а у меня кредиты, а у меня дети. А на деле ты сам гробишь будущее своих детей, помогая нерадиво мученуши паразитировать. Самая цензура, когда каждый журналист думает, может не надо, может мне не надо об этом говорить, потому что, ну какие могут быть последствия. Простой пример, вот выше уже про этот опрос Левада Центра вспоминали, согласно которому 53% молодых россиян хотели бы уехать на ПМЖ за границу ровно через 3 часа. А после публикации этих данных провластный ФЦИОМ выдает другие результаты аналогичного опроса. Правда, по версии ФЦИОМа уехать планируют только 4% респондентов. Пропагандисты тут же это подхватывают и несут в массы. Или другой пример, пожалуйста. На днях вам рассказывал про, видимо, бесполезный препарат КГЦЛ, но про движение которого на российском рынке лоббировал лично вице-премьер Голикова. Когда весь этот шум достиг точки кипения, целая российская газета, главный печатный орган страны, разродилась двусмысленной статьей, больше напоминающей заказуху «КГЦЛ, наше все». Но не об этом хотел сказать. Меня тогда умилило. Знаете что? Как на это отреагировали простые граждане. Говорили, а вот в Википедии не так написано. И я, например, Википедии доверяю больше, чем российской газете. Представляете? До какой степени отечественные как-будь-то журналисты заврались? Люди уже Википедии больше доверяют. Кстати, 52% предпринимателей заявили, что сегодня в России бизнес вести сложнее, чем в 90-е. Исследования проводили международная аудиторская компания PwC, Национальный аналитический центр. Ну что ж, друзья, ждем ответки от ВЦИОМа. Но если серьезно, знаете, зачем я в очередной раз вам все это рассказал? Да просто мы все время на кого-то жалуемся и ищем крайнего в своих бедах. Ну согласитесь, ведь именно мы много лет помогаем раскручивать этот маховик под названием коррупция. Что делает учитель, когда занимается вбросами бюллетеней на выборах? Способствует коррупции. Что делает врач или провизор, когда нам выписывают, а затем продают в аптеке таблетку-пустышку? Способствует коррупции. Что делает продавец в магазине, втюхивающий тебе суррогат? Тоже способствует коррупции. Мы сами такие. Тогда чему удивляться-то? Ладно, все. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok